Здравствуйте, друзья! Силы души, и сегодня шалом! Шалом — это мир, евреи говорят. Это слово, когда здороваются друг с другом, говорят шалом. Когда прощаются, говорят шалом. Перед шаббатом, говорят шаббат шалом. Молитва или благословение Коэна заканчивается на слово шалом. Это один из главных таких фундаментов. Говорят то, что когда придет мессия, он не будет говорить, вот ты плохой, ты хороший, ты святой, ты не святой, он будет делать мир. И что это такое? Потому что самые мудрые из людей в иудаизме и вообще во всем мире, царь Соломон на иврите шломо, от слова тоже шалом, говорится то, что это менах шалом шалом, тот король, которому принадлежит мир. То есть вот эта вот сущность, эта возможность делания мира. Что это такое? Мир может быть масштабный, то есть может быть такой геополитический, но есть мир в душе же, правильно? То есть мир между людьми. И это, говорят наши мудрецы, возможность соединения несоединимой. То есть дать возможность противоположным вещам существовать одновременно. Допустим, огонь и вода. Огонь и вода, если слишком много огня, вода испарится, слишком много воды, она может потушить огонь. Но кто может спорить, что лучше, огонь или вода? Нужно и то, и другое, и они должны существовать вместе. И вот эта возможность, конечно, это сложный вопрос такой, можно сказать, философский. Понимание о другой точке зрения, понимание, что другой человек, он тоже создан Всевышним, и иногда он полностью ошибается, но иногда его точка зрения, она то, что имеет место быть, это для некоторых людей очень сложно. Иудаизм говорит, во-первых, люди, которые не любят мир, а есть такие люди, от них надо как бы подальше. А есть люди, которые любят мир. То есть мир это не говорит о том, что надо бросить свою точку зрения, или надо как бы очень, друг с другом очень так мило относиться, очень так с приличием. Конечно, это хорошо. Мир настоящий, это когда два человека, две партии, две силы продолжают существовать и продолжают нести свою функцию в мир. Иногда это очень сложно понять. Вот давайте подумаем такую вещь. Вот футбольная игра, есть вратарь, есть игроки. Если бы люди думали, что у них один и тот же функция одна и та же, ну, вратарь бы перестал ловить мячи, игроки бы, возможно, стали ловить мяч руками, и тогда бы это перестал быть футбол. Так что давайте постараемся каждый понять, что ему надо делать, и по дороге не пытаться быть в мире, то есть в шаломе с другими людьми, только с теми, которые не пытаются уничтожить тебя по дороге. Так что шаббат шалом. Всем шалом. Всего самого-самого наилучшего.